Девушки отдыхают Этот нехитрый фокус вы, дорогие ребята, можете выполнять у себя дома Ведь на самом деле в нем нет ничего сверхъестественного Главную роль в нем играет... Что бы вы думали? Нет, не заяц А наше любимое электричество Заяц, привет! Ох, ребята, как же я мог забыть! Несколько недель назад я обещал ответить на вопрос барона Мюнхгаузена И так и не ответил Карл, простите меня, пожалуйста, я немедленно исправлюсь Напомню вопрос, ребят Почему воздух не улетает с земли, если молекулы, как мы знаем, движутся хаотически и с большой скоростью? Ммм... Гравитация От нее никуда не деться Гравитацией подвластны все молекулы воздуха Но благодаря тому, что молекулы воздуха непрерывно и беспорядочно движутся Они не падают вниз, а парят в пространстве около Земли Именно парящие молекулы воздуха образуют воздушную оболочку Земли То есть атмосферу Для того, чтобы совсем покинуть Землю, молекула, как космическая ракета Должна иметь скорость не меньше 11,2 км в секунду Это так называемая вторая космическая скорость Средняя скорость молекул воздуха, к счастью, гораздо меньше этой космической скорости Сегодня мы продолжим говорить об основных понятиях электродинамики В прошлый раз, как вы помните, мы говорили об электрических зарядах Мы выяснили, что одинаковые по знаку заряды отталкиваются А тела с зарядами, противоположными по знаку, притягиваются друг к другу Вспомнили? Так вот, фокус, который я вам сегодня показывал, основан именно на этих свойствах Раз мы упомянули сегодня гравитацию, то вот вам вопросик на засыпку В чем существенное различие электромагнитных сил от гравитационных? Ну конечно же! Гравитационные силы способны только притягивать А электромагнитные могут как притягивать, так и отталкивать Ну что-то я отвлекся, пора читать ваши письма, дорогие друзья Толя Щепкин из Венигорода задает такой интересный вопрос Дорогой профессор Кварк, помните, вы рассказывали, что стекло не проводит ток? Но тогда как же вам удалось наэлектризовать стеклянную палочку? И действительно, как? Стекло, как мы с вами помним, гиэлектрик? Так, для начала давайте выясним, что такое электрон Все тела, дорогие мои, состоят из атомов Вот этот стол состоит из атомов Этот стол тоже состоит из атомов Даже эти оливки Тоже состоят из атомов В общем, все-все-все состоит из атомов А атомы состоят из так называемых элементарных частиц Как же устроен атом? Он удивительно похож на солнечную систему Центр солнечной системы, правильно, солнце Теперь смотрим внимательно И у атома тоже есть центр Он называется ядром Только представьте, ребята Ядро занимает всего одну триллионную часть атома Ядро состоит из протонов и нейтронов Протоны имеют положительный заряд А у нейтронов никакого заряда нет Они нейтральны Вокруг ядра вращаются маленькие легкие электроны У них заряд отрицательный Обожаю вкус оливок Они мне напоминают о моем путешествии в Мексику Ой, о чем это я? А, об атомах Так вот, если бы ядро атома было Размером, например, вот с эту косточку Тут у нас примерно один сантиметр Сам атом был бы примерно в десять тысяч раз больше Вот так-то Так что же происходит, когда мы электризуем тела трения? А вот что происходит Происходит перераспределение электрического вещества Содержащегося в каждом теле Часть электронов как бы передается от одного тела к другому Там, где электронов больше Какой заряд будет? Правильно, отрицательный А там, где меньше Соответственно, положительный Но электризовать тело можно не только трением Толя Некоторые вещества могут заряжаться электричеством от других без трения И эти вещества, как мы помним, называются проводниками Электроны легко отрываются от атомов этих веществ А диэлектрики Вроде стекла Это вещества, электроны которых не свободны Для электризации этих тел Необходимо прибегнуть к трению Способствующему отделению электронов от атомов Вот и вся отгадка Так, почитаем-ка еще одно письмо Пишет Соня Пушко из Волоколамска Уважаемый профессор Кварк, здравствуйте И тебе тоже привет, уважаемая Соня Как-то раз брат нашел медную пуговицу от конской упряжи И очень красиво ее покрасил Он говорит, что сделал это при помощи электричества Профессор, неужели электричество может красить предметы? Отличный вопрос, Соня Я сейчас тебе все объясню Твой брат, Соня, не покрасил пуговицу А просто покрыл ее слоем металла Эта техника называется, запоминай Гальваностегия С ее помощью можно даже из старого металлического предмета Сделать настоящее произведение искусства Но начнем издалека Электрический ток могут проводить не только твердые тела Но и жидкости Как правило, это растворы солей и кислот Жидкость-проводник называется электролитом Так, проведем опыт Для него нам нужен специальный раствор У нас это будет раствор медного купороса Я заблаговременно подготовился И из медного купороса с помощью воды Сделал вот такой замечательный раствор Так, еще нам понадобится аккумулятор Аккумулятор, ну батарейка Как обычно его называют в быту Аккумулятор это источник тока И у него есть два полюса Положительный и отрицательный Мы обязательно поподробнее поговорим об устройстве аккумулятора В одной из следующих передач Так, продолжим наш опыт К каждому полюсу аккумулятора Присоединен электрод К плюсу этот К минусу этот Что такое электрод? Электрод это проводник Который опускается в раствор Так, для начала наберем в колбу раствор Итак, опустим в раствор А точнее в электролит Два электрода Один соединен С минусом батарейки Это отрицательный электрод А другой с плюсом Это положительный электрод Под действием тока В электролите образуются ионы Ион это электрически заряженная частица Образующаяся в результате потери Или присоединения Одного или нескольких электронов Атомами или молекулами Отрицательные ионы перемещаются К положительному электроду Положительные ионы К отрицательному электроду Таким образом, друзья Мы образовали электрическую цепь В нашем электролите Возник электрический ток При прохождении тока через электролит На электродах выделяются чистые вещества Содержавшиеся в растворе Это явление называется электролизом Посмотрите, что произошло с отрицательным электродом, друзья Он покрылся слоем меди Вот так-то Ой, сегодня я себя ощущаю Настоящим фокусником Весь день вам фокусы показывают Уважаемая Соня Твой брат точно так же сделал Из старой пуговицы новую Ах, но кажется Нам уже пора Заканчивать передачу Так, где моя шляпа О, о А это еще что такое? Незапланированный фокус Ну, с кем не бывает Иди к своим братишкам Итак, ребята Сегодня мы узнали Почему воздух не улетает в космос Как устроен атом Что такое электроны А также мы воочию увидели Химическое действие электрического тока Фу! Пора и передохнуть Согласны? А вы не забывайте писать мне свои письма по адресу 109-147 Это индекс Москва, улица Марксийская, 34 Корпус 7 Телеганал Радость моя Профессору Кварку Или оставляйте свои комментарии На нашем сайте www.radostemoya.ru Пока Так, эй, вы зайцы Сколько у вас там еще осталось? Ого-го Это еще что такое? Ты откуда такой взялся, а? Наверное, в Мексике В багаж заполз Хм Как же тебя назвать? Крокодил Гена? М? Или аллигатор Петру? Ну что ж, Педро Пойдем Для тебя с Ахилом познакомлю А заодно покажу вам пару свежих фокусов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова